Так сложилось, что долгие годы одна из самых больших станиц Славянского района, Анастасиевская, оставалась без комфортного комплекса для занятия спортом. Первые разговоры о том, что кустовой станице нужен свой спортзал, начались еще в 2010 году. Свою реализацию эта идея получила в 2017. Благодаря вниманию районной власти, а также содействию депутата законодательного собрания Краснодарского окрая Виктора Чернявского, в конце лета ушедшего года на территории станичного стадиона развернулась масштабная стройка. «Ну, это у нас раздевалка для девочек. Санузел, душевые здесь. Я думаю, все будет устроено для младших спортсменов». Пока директор спортивной школы имени Симоненко Александр Рогоза только представляет себе, как будет выглядеть спорткомплекс, где будет расположена тренерская, а где медкабинет. Но, судя по темпам строительства, до момента полного его завершения осталось не так много времени. Всего за пять месяцев на пустом месте выросло здание площадью более тысячи квадратных метров. Александр Рогоза отмечает, что такая скорость стала возможной благодаря опытному и ответственному подрядчику. Каждый день на объекте находится прораб, что позволяет руководителю спортшколы не только следить за ходом работ, но и вносить свои предложения по улучшению проекта, находить в диалоге понимание с исполнителем. Сейчас активно ведутся работы по благоустройству прилегающих спорткомплексу территорий. Здесь будет уложена тротуарная плитка, разбиты газоны и цветники, заасфальтированы подъезды и оборудованы стоянки для транспорта. Тротуары планируется сделать с учётом удобства передвижения маломобильных граждан. Первый вопрос – это задействовать молодёжь нашу для занятия спортом. Это самое первое. Я думаю, увеличится численность занимающихся. Ну и второй вопрос – это задействовать маломобильное население наших инвалидов. Тоже уже требования новые идут, веяния. И я думаю, когда запустим спортзал, пойдут люди заниматься. И взрослого населения, и молодёжь, и детско-юнерский спорт тоже поднимется. В Анастасиевской официально спортом занимается 460 человек. Но так как станица является кустовой, в комплексе будут проводить не только тренировки, но и большое количество соревнований. В планах у дирекции школы организовать на балконе спорткомплекса тренажёрный зал, который станет доступен всем желающим. Основное у нас – это игровые виды спорта. Это волейбол, баскетбол, футбол, регби. Ну и плюс, конечно, тяжёлая атлетика, потому что там есть место для занятий, как бы гиревиками, и регбисты тоже зайдут в этот спортзал. Параллельно с уличными работами уже ведётся внутренняя отделка. Открыть спорткомплекс планируется к сентябрю 2018-го, чтобы в новом учебном году анастасиевские спортсмены смогли наконец переехать и заниматься не в старой маленькой школе, а в большом комфортном манеже. Мария Климова, Александр Косицын, программа События.